Русское чудо. В Екатеринбурге, в культурно-просветительском центре Царский, открылась выставка фарфора. В сервизе времен Российской империи вазы и скульптуры могут увидеть посетители выставки. Об экспозиции, а также о том, где сотрудники музея нашли предметы старины, наш следующий сюжет. Белое золото, так в Российской империи называли фарфор. Долгое время технология изготовления этого материала тщательно скрывалась его создателями, китайцами. В нашей стране фарфор появился в середине 18 века благодаря другу Михаила Ломоносова, Дмитрию Виноградову. И тогда и сейчас фарфор делают из белой глины, кварца и полевого шпата. Никогда из этих составляющих не сотворить чудо, если не работать с душой, если не работать с вдохновением и с молитвой. В России смогли скопировать китайский стиль, смогли повторить китайский фарфор, а вот в Китае российский не смогли. У каждого экспоната здесь своя история. Так этот попугай прилетел из Санкт-Петербурга. Есть в Питере такая замечательная женщина, у которой есть группа ВКонтакте «Удачная находка». И она, видимо, в Петербурге, я думаю, замечательная, большинные рынки. Она их постоянно посещает. Это кузнецовский попугай, как потом выяснилось. Но кроме этого, мы для музея благодаря такому контакту приобрели, допустим, кузнецовский сливочник, допустим, корниловские тарелки, селедочница вот в этой же витрине корниловская. Сотрудники музея говорят, что многие люди могут даже не догадываться, какие редкости и предметы старины могут храниться у них в семьях. А придя на выставку и познакомившись со старинным фарфором, можно по-новому взглянуть на посуду, которая осталась вам от бабушек и дедушек. Выставка в культурно-просветительском центре Царске продлится около трех месяцев. Но авторы называют ее «живой». То есть экспозиция будет постоянно обновляться и пополняться новыми изделиями. А значит, приходить посмотреть на русское чудо можно несколько раз. Изделия из фарфора, фаянса и стекла, известных дореволюционных и современных российских производителей из собрания музея и частных коллекций, можно увидеть по адресу Екатеринбург, Царская, 8. Продолжение следует...